все я начала запись хорошо мы традиционно начинаем с чтением мандалы наш урок наверное я сегодня да что да а потом потом все по очереди будем читать да да саши паки джук шин меток трам ри раб линг ши нинг деген па дьи сангья шин ду миг те улвар ги дро кун нам дак шин лачо паршок идам гору ратна мандалакам нирятайами сангья чадан соки чок нам ла жан чу бар ду дак ниг яп су чи дак ги джин сок ги пэй санам ки дро ла пен чир сангья джук шин лачо дам соки чок нам ла жан чу бар ду дак ниг яп су чи дак ги джин сок ги пэй санам ки дро ла пен чир сангья джук шин лачо джук шин лачо дак ги джин сок ги пэй санам ки дро ла пен чир сангья джук пар шо Так, всем привет, еще раз вновь присоединившимся. Здравствуйте. Я, наверное, сначала скажу о формате наших занятий, о том, что мы здесь раньше делали и что теперь будем делать. Ну, наверное. В общем, мы, я, Айжан, Инна и Александр, Юлия, мы учили тибетский у Ворда Смита. Я еще об этом скажу. Мы освоили начало, а дальше продолжали, ну, как бы у нас была такая группа как бы взаимопомощи, то есть чтобы лучше усваивать материал между занятиями с учителем, мы встречались друг с другом и вот так вот друг друга поддерживали. И это у нас, ну, настолько хорошо пошло, к счастью, что, ну, мы с Юлей были партнерами, потом к нам присоединился Александр, Айжан, Инна. И вот теперь получается, что как бы, ну, в некотором смысле эти занятия, это продолжение тех самых занятий с этой группой. То есть я тут как будто в роли учителя, но на самом деле я далеко не учитель, и тибетский владеют, ну, только вот на самом базовом уровне, но кое-что могу, наверное, полезное рассказать. И я думаю, что формат у нас будет такой, что мы все вместе идем и друг другу тоже помогаем, поддерживаем друг друга на пути изучения тибетского. Вот. О себе? Ну, я переводчик, и я уже несколько лет перевожу тексты ACI на русский, вот теперь на украинский, и, ну, увлекаюсь изучением языков, хотя знаю не так много языков, вот. Ну, тибетский мне нравится. Вот, особо много, нечего там рассказывать. Вот. Можно я расскажу про Алексея? Да, Инна, лучше ты расскажи. Алексей — это человек, который принес и помог внедрить, ну, в общем, в смысле помог внедрить, это уговаривал на всех уровнях смарткат. Смарткат — это Алексей. Это, если бы не было Алексея, не было бы смартката, который так помогает сейчас все это переводить, особенно, ну, теперь уже с автоматическим переводом, это вообще очень быстро идет. Алексей. И благодаря Алексею мы смогли, ну, реально, вот, прояснить очень много сложных терминов, ну, то есть огромное количество, потому что его вот профессиональный взгляд, он как бы нам помог, не профессионалам никого, кроме Алексея, по-моему, у нас нету профессионалов-переводчиков. Вот. Алексей, ну, вот, когда был ACI 13, самый вот наш ужасный челлендж был, наверное, за все это время, окей, самый ужасный — это MixNuts, вот, но до MixNuts мы мерились все по сравнению с ACI 13, вот. И, по сути, в конечном итоге это на меня с Алексеем упал этот ACI 13, да, и мы пытались одновременно учить тибетский язык и продвигать дальше перевод ACI 13, это у нас заняло 4 месяца, да, Алексей, наверное, ACI 13, 4, даже, или чуть ли не 5. В октябре, октябрь, ноябрь, декабрь. Пять месяцев мы переводили ACI 13, вот, так что Алексей знает не только... Я знаю, что, Алексей, ты знаешь английский, арабский, какие еще языки? Японский. Ну, знаю, это слишком так сильно сказано. Я бы сказал, что русский, украинский и, в общем-то, английский достаточно хорошо, а арабский, ну, на среднем уровне и, ну, тибетский, японский на базовом, наверное, так. Да, вот, так что и Алексей тоже изучает ACI в таком достаточно серьезном темпе тоже. Ну, вот, Айжан, что-то я забыла? Я бы хотела сказать, что вот благодаря Алексею наша группа и продолжалась двигаться, да, Юля? Если бы Алексей бы нас все это время не вел, мы, наверное, бы слились уже. Алексей сказал, что ему нравится тибетский, я хочу сказать, что он ему очень нравится, и благодаря этому он помогал нам, и мы двигались. Да, еще благодаря Айжану и Алексею началась русская группа Микснац, потому что, когда меня три раза пнула Маша, переводи Микснац, и я два раза сопротивлялась, на третий раз я поняла, что надо соглашаться. Я подумала, к кому я могу пойти с этой сумасшедшей идеей, чтобы меня не выгнали. Я пошла к Айжану и Алексею, и они это послушали, помолчали, потом сказали, вау, это может быть такой крутой проект. Вот, так что благодаря тому, что они меня поддержали, у нас сейчас есть Микснац, и мы где-то двигаемся там, да, ну, мы очень надеемся, что, благодаря тому, что, как бы, вам это интересно, да, и вы учите одновременно и английский, и тибетский, что на каком-то этапе просто нас будет так много, что мы реально сможем это все сделать, потому что сейчас у нас все еще недостаточно ресурсов, там, у нас недостаточно редакторов. Вот, Алексей тоже был одно время редактором книги Сиданха, сравнительная философия, анализ сравнительной философии, или сравнительный анализ философии, я всегда путаю. Ну, в общем, вы поняли, школы буддизма, они буддистские школы между собой. Вот, все, Алексей, тебе слово. Спасибо. Ну, я вообще, как вы поняли, пытался совершенно в другую сторону свернуть, то есть, что мы все, мы как группа, у нас не то, что Алексей, а надеюсь, мы все друг другу поможем и будем взаимно, ну, как бы выступать друг для друга стимулом. Ну, оно не мешает одно другому, просто мы чуть-чуть больше информации о тебе дали, и все. Ты можешь дальше скромным быть. Так, хорошо. Вот, дальше у меня следующий пункт организационный, то есть, насчет того, по какой книге и как мы будем заниматься. У нас книга наша программная, вот, называется Manual of Standard Tibetan, то есть, руководство по стандартному тибетскому. Я, наверное, сначала я расскажу вкратце о том, что это за книга, а потом мы как бы решим, как мы будем там ее покупать, не покупать, делиться и так далее. В общем, книга, ну, классная. Я от нее в восторге, честно говоря, и очень благодарен Айжан, которая мне ее подарила. Спасибо, Айжан. Это здесь важный аспект этой книги, что здесь преподается современный стандартный литературный, ну, как литературный они не говорят, современный стандартный тибетский, то есть, современный язык, на котором на тибетском там новости, например, передают и, ну, газеты, наверное, печатают, то есть, язык, который грамотные тибетцы используют в общении, в письменном, в общем-то, и в устном, наверное. Вот, то есть, тибетский, как и любой язык, а может быть, чуть в большей степени, чем другие языки, он имеет множество разновидностей региональных диалектов, а также исторических вариантов языка. Это связано с тем, что он уже имеет многовековую историю, естественно, он употребляется до сих пор как литургический язык в буддизме, и, естественно, тот язык, который существовал там тысячу лет назад и больше, это он, письмо в основном осталось то же самое, а нормы произношения, лексика, оно все постепенно меняется, но не очень, ну, по сравнению с другими языками практически не сильно. Вот, но это важный нюанс, который нужно учитывать, потому что вам будут попадаться слова, ну, здесь и вообще в контексте современном, вам будут попадаться некоторые слова, которых вы не найдете в текстах под харми, и наоборот, слова, нормы произношения и, ну, некоторые нюансы будут отличаться, но это нужно учитывать. Мы, основу современного стандартного тибетского языка составляет Тулхасский диалект, Тулхасса, столица Тибета, это там, где находилась резиденция Далай-Ламы, то есть духовная, интеллектуальная жизнь, она была сосредоточена в этой части Тибета. И на основе этого диалекта, в общем, выработалась и продолжает вырабатываться литературная норма современного тибетского языка, которую понимают, ну, грамотные люди практически на всей территории, вот, населенной тибетцами, тибетоязычными народностями, так скажем. Вот. Вам могут попасться в интернете, я дальше буду озвучивать, какие там, ну, есть еще материалы для изучения. Могут попадаться варианты языка, которые, ну, либо это будет чисто литературный классический тибетский, то есть язык Тхармы может преподаваться, либо это может быть современный тибетский, но на основе какого-то другого диалекта. Я не уверен, что это за диалекты, но мне попадалось, вот, главное различие, которое я на слух улавливаю в материалах, это произнесение у нас гья произносится, например, гья, кья, а в других диалектах произносится ча. Вот когда я слушаю, например, какой-то материал, для фонового прослушивания включаю, я слышу, там нету, не попадается таких звуков, как гья через вот я так, а там все произносят ча, джа, то это другой диалект. Ну, в принципе, тоже не страшно, и, ну, на каком-то уровне, я думаю, что мы сможем разбираться и с другими диалектами. Чем хорош этот учебник? Во-первых, он просто, ну, просто потрясающий в том плане, насколько он всеобъемлющий и основательно написанный, систематический. То есть тут строго научный подход, все правила, особенности расписываются, расписываются, много есть примечаний. Говорится о том, что в литературном вы встретите вот такую норму, но в разговорном это звучит так-то. Есть введение, где вот та вводная информация о чтении, там история, ну, то есть региональные различия там некоторые, всякие такие нюансы обозначены. Потом, собственно, уроки идут. Уроки – это текст, обычный диалог, словарик, грамматика и упражнения. И в конце идут дополнения, они тоже очень объемные, практически как четверть книги. Там всякие справочные таблицы. Вот большое дополнение я сейчас читаю о различиях между классическим тибетским и современным стандартным тибетским. То есть, ну, он… А, и кроме того, здесь даются еще экскурсы в культуру, в историю, в географию Тибета. То есть тут, ну, это как всеобъемлющая такая энциклопедия по Тибету через призму тибетского языка. Ну, то есть эта книга, в общем, ну, если ее одолеть, то это будет, ну, такой полноценный багаж знаний вот в этой области, в области тибетского языка и культуры. Дальше. К нему есть аудиоматериалы, которые в интернете доступны бесплатно. Раньше они прилагались к книге в виде диска, а теперь уже в интернете. Ну, еще я тут у себя отметил в плане, что достаточно удобная транскрипция здесь выработана. Но мы об этом еще поговорим. То есть тут не совсем такая транскрипция, как мы привыкли. Но она по-своему удобна, потому что она дает достаточно однозначные указания на чтение, на тоны, на придыхание, то есть на все ключевые аспекты подачи звука в тибетском. Я выписал себе недостатки тоже. То есть первый недостаток, что он дорогой. Он, вот я смотрел на официальном сайте, сейчас он стоит 80 долларов. Ну, поддержанный можно дешевле купить, но достаточно дорогой. Второй недостаток на английском. Кто не владеет или плохо владеет английским, тут достаточно основательная работа, неповерхностная. И нужно быть готовым к таким, к заряду терминов лингвистических. Ну, то есть все серьезно в плане языка. И, ну, на мой взгляд, можно было добавить больше текстов для практики. Но может быть это поначалу, там дальше я смотрю, идут более объемные тексты. Мне вот не хватает, например, именно практики. У нас закрепилась такая практика, что мы свои примеры придумывали, чтобы было больше практики по сравнению с теорией. Потому что все-таки в основном это теория на, не знаю, 70%. Вот. Я вам вкратце о нем рассказал. И теперь нам нужно понять, как мы будем с ним работать. У нас была такая мысль, что, ну, скорее всего, не все могут позволить себе такой учебник купить. Но, возможно, кто-то захочет и сможет его купить. И поэтому мы подумали, что у нас будет какой-то набор учебников на нашу группу. Например, там, 5-10 штук. И мы на основе этого напишем правообладателям и скажем, что у нас такая-то вот учебная группа. И мы хотим в этой группе, имея столько-то книг, делиться этими материалами в виде, ну, как бы скан-копий. Ну, такой у нас пока рабочий план. Алексей, я думаю, даже не стоит начинать. Никто в Америке не поймет этого, честно. Ну, там, либо ты покупаешь, либо нет. Я не думаю, что они даже поймут, что ты имеешь в виду. Я думаю, что нам нужно как-то решить, каким образом просто всем достать эти книги и все. Ну, тем, кто может по-английски понимать. А тем, кто по-английски все равно не может читать, может, даже нету сильного смысла его покупать. Мы будем постепенно здесь его переводить, скорее всего, на русский. Ну да, в общем-то, пока что рабочий план такой, что мы презентуем весь материал, озвучиваем его. Вы делаете для себя заметки, и потом занимаетесь по видео и по этим заметкам, ну, а также по всем материалам, там, аудиоматериалам, которые есть в открытом доступе. Ну, я не знаю, ну, давайте мы обсудим вот в группе кураторов этот вопрос еще. Но давайте пока, может быть, мы можем сейчас уже спросить, кто собирается его покупать, чтобы, ну, на всякий случай я для себя отметил. Давайте тогда, может, начнем с того, кто считает, что он не сможет на английском читать. Вот это, как бы, интересно, какая часть у нас людей есть. Можете, как у нас, есть тут голосование какое-то, нет? У нас есть чат. У нас есть голосование, raise hands, да? Или лучше raise hands, да, мы... Поднять руку там по-русски, да, написано. Тогда посчитать можно. Нас сейчас 26 человек минус я, Айжан, Алексей, Юля, минус 4, 22 человека. Как бы, можете, пожалуйста, поняли, что такое raise hands, да? Вот Дарья подняла. Это там, где справа, где смайлик с плюсиком? Да, любой смайлик. Это вы поднимаете руку, что вы сможете прочитать или не сможете? Не сможете прочитать. Не сможете, поднимайте, если вы не сможете читать английский. Настя, Оксана, Владимир, Лариса. Я вижу 8. Оля, любимого, ты не сможешь английский читать? Убирай руку. Я смогу, но если там какие-то специализированные термины, то есть я где-то посерёбку. Не морочь голову. Анна Коробова тоже почему-то руку подняла, не понимаю, почему. Ну, просто медленно будем читать очень. Там есть термины, да? Вот я с Ольгой согласна. У меня есть предложение. Можно? Да нету таких уж прямо серьезных терминов. Это, кстати говоря, ещё у Алексея есть только один недостаток. Только один. Всё, что он говорит, что всё будет сложно и ужасно, будет всё легко и просто. Всё. Больше у него недостатков никаких нет. Он меня напугал Билла о том, что будет в Микснац так, что он не мог потом начать ничего делать. Давайте мы, может быть, начнём. Там же можно первый урок, сколько-то страниц просто сфотографировать, и мы посмотрим, как у нас пойдёт. Я просто думаю реально, чтобы это было эффективно. Если вы можете, купите этот учебник. Даже если вы не сильно понимаете английский, всё равно это будет полезно. Тибетский. И так вот Юля сделала. У неё не такой сильный английский, но у неё есть учебник. И вот, кстати, вот вместе с Юлей есть также студент, который начинал с нами заниматься ещё... Сколько ему месяца было, когда он начинал с нами? Серёжа? Серёжа, да. Да, я убедила, я уже давно не видела такой большой. А, он ещё не родился. Да, теперь уже такой парень. Он ни одно занятие не пропустил. Короче, я думаю, что нужно попытаться купить столько, сколько мы сможем, а все остальные, но мы всё равно будем... Я не думаю, что это большая проблема, потому что мы будем готовиться к занятиям. Да, Алексей? Но всё равно ведь... Ну, я думаю, что тогда мы просто будем озвучивать... Ну, как, я буду проходиться по всему материалу, мы будем его разбирать на уроки, и потом, когда у нас будет домашнее задание, мы будем... Ну, тем, у кого нет учебника, то, я думаю, мы будем уже давать вот эти вот сами упражнения. Ну, например, так. А, ну, материал, грамматику можно будет учить по своим заметкам и по видео наших же уроков. Да, и кроме того, ещё у нас Даша... Даша, ты есть, разыскала такую вообще бесподобную вещь. Я думаю, Айжан переслала же вам, да? Да, да. Приложение вот это, в которое внесён полностью весь материал этого стандартного учебника. Словарь и диалоги. Да, весь словарь и диалоги, всё там. Меморайз. Да, я это покажу, кстати. У меня дальше это в плане есть. Давайте сейчас проголосуем, кто собирается его купить. Сейчас уже предполагает, что купит. Пожалуйста, опустите руку. Если английский совсем практически, стоит покупать этот учебник? Если совсем не знаете английский, тогда не стоит. Да. Если быть на какой-то уровень... Если хотя бы интермедиат, хотя бы, ну, там, какой-то уровень есть, но не совсем начальный, то тогда стоит. Тогда всё равно, ну, как бы, будет понятно. В общем, ясно. У нас есть из присутствующих человек приблизительно семь. Я считала, кто всё равно не сможет, даже если купить, это будет не... Ну, я просто так и думала, что у нас есть люди, которые... И я знаю, что из тех, кто приходит по вторникам заниматься переводами с тибетского, я знаю, что там есть тоже люди, которые английский не сильно хорошо знают, и им будет тяжело. Хорошо. Сейчас я вижу три человека готовы купить. Это вот трое, это вы готовы купить, да? Нет, я думаю, что это Лариса ещё осталась из предыдущего. Руку можно снять, когда вы уже не хотите голосовать, можно её отменить. Да, теперь у нас новое голосование. Пожалуйста, кто собирается покупать? Уже сейчас предполагает, что будет покупать. Екатерина, Виктория, Ирина Лукьянова, Кадрин. Кадрин, у тебя нет разве этого учебника ещё? У меня нет этого учебника. Я думала, почему-то есть у тебя. Нет, у меня вообще нет ни одного учебника по тибетскому. Ты мне говорила, что Вика Макарова отдаёт учебник, и я хотела к ней заехать, но мы с ней никак не можем встретиться. Она отдаёт другой учебник, она отдаёт по-разговорному, а этот она решила не отдавать пока. Ну вот, поэтому у меня нет. Так, хорошо, я отмечаю себе пять человек. Кадрин, ты можешь пока одолжить, да, у Вики? Кстати, да, может быть, Вика может дать попользоваться. Так, я знаю, что Юлечка заказала себе в Украину через Амазон. Юль, правда? Да, через Амазон, и довольно быстро пришёл. Я заказывала этот, и второй, по которому мы занимались у дорогого города. Этот пришёл за месяц, а вот второй, где-то его потеряли, ещё я его ждала долго, месяц и пять. Месяц это быстро? При том, что это не в Киеве, я под Киевом живу. То есть, ну да, это довольно быстро. Просто мы привыкшие за два дня к ней не получать. Месяц это быстро, мне как-то с Амазона шёл белок сухой полгода. Короче говоря, есть ещё такая возможность, потому что, к сожалению, ну так в принципе я бы в Украину могла, конечно, привезти, но с коронавирусом сейчас не сильно прогнозируемая ситуация. Я в Украине последний раз полтора года назад была. Да, если будут поездки, то... Но мы можем отправить. В принципе, мы можем заказать и отправить. Ну то есть, ну это, конечно, денег каких-то будет стоить, но я думаю, что мы можем создать фонд. И я готова, ну как бы... У нас, кстати, есть деньги, которые остались ещё с предыдущих, когда мы собирались... Собирались издавать, ну там переводили, собирались издавать книгу «Солнечный свет на пути к свободе». Мы не знали, что будет такое суперскоростное издательство АСТ, которое всё очень быстро организует. У нас была некоторая сумма денег, люди собирали для того, чтобы издать её. И у нас ещё остались деньги. Мы можем спросить у тех, кто сдавал эти деньги. Ну, в принципе, я знаю, что они будут согласны, в принципе, заранее. Но всё равно нужно, конечно, будет у них спросить. И, может быть, мы тогда можем какую-то часть из этой суммы тоже взять на то, чтобы купить книги для тех, кто серьёзно намерен заниматься. Инна, а я смогу купить только в июне или в июле? Просто я здесь хочу в июне ипотеку закрыть. Поэтому я в июле смогу купить эту книгу. И можно попросить скинуть в чат название книги или в Амазоне, как вот тоже просит. Ещё раз. Да, конечно, мы найдём на американском Амазоне. Скорее всего, оттуда всё равно будут слать, потому что Snowline — это американское издательство. А вот уже всё, уже Айжан всё сделала. Вот, так что, честно, я думаю, что мы всё равно не сможем, учитывая, что мы все такие разные, и языки у нас разные, исходные. Нам всё равно придётся это всё приводить к общему знаменателю. И общий знаменатель — это для нас, похоже, русский язык. Вам так не кажется? Может быть, мы будем немножко медленнее двигаться, это правда, но лучше иногда, лучше день потерять, потом за пять минут долететь. А может быть, вот мы медленно двигаемся, да, но вот тот, кто быстро-быстро схватывает, ему больше заданий. Ну вот у меня просто бабушка, она учитель была, она как делала? Тот, кто лучше, вот быстро, она им другие больше заданий давала, а тот, кто медленнее, она им вот эти. И вот зато и тем, и тем интереснее было всегда. Кадрин уже скинула на Амазоне, как её можно заказать. Попробуйте указать свой адрес, выбьет или нет, ну, дадут ли вам заказать его. Может быть, кто-то сможет таким образом решить, как вот и Юля получила в Украине без каких-то проблем. Книга стоит 41 доллара. Она сейчас 47 долларов. Вау, это дешевле не бывает, честно. Ну, скорее всего, там транспортировка будет приличных денег стоит. Ой, подождите, 54. Вот это 70 евро стоило, насколько я помню, книга. 74 доллара я брала за 65 фунтов, я помню. Ну да, у меня тоже что-то такое было. У меня 54-44, но это в Америку. Можно заказать кому-то в Америку, например, Арине, или, может, Биллу, и оттуда отправить? Можно. Дешевле дешевле. Короче говоря, давайте так. Домашнее задание... Алексей, можно я дам задание номер один, которое не связано с тибетским на следующий раз? Давай, конечно. Все, кто присутствует или кто слушает в записи, нам нужно... Во-первых, нам нужен один волонтер, который табличку сделает. И в табличке должны быть фамилии, и планируете ли вы покупать эту книгу? Ну, на самом деле, если честно, ну, каким-то образом, конечно, нужна книга. Вы можете сами ее купить или вам нужна помощь, чтобы ее купить? И где вы живете? В общем, страна, получается, да? Не так. Фамилия. Есть или нет у вас этой книги? Может быть, у кого есть, даже не стоит писать в этой табличке, да? Просто если у вас нету, то вы сами можете ее купить или не можете? И если не можете, тогда страна и город. И тогда мы сориентируемся, можем ли мы как-то это скоординировать, чтобы кто-то или в Америке, или в Европе купил и выслал. Это будет дорогая посылка, но если один раз выслать, я думаю, это будет дешевле, чем много раз. По весу. Да. Такая приличная, не знаю, килограмма полтора, наверное, да? Одна только. Ну, так, дальше, да? Так, окей. Минус один человек в Италии есть за 73 евро. Айгуль, посмотри, может, у тебя тоже есть в Турции. В Турции тоже есть. Ну что, давайте переходить к следующему разделу. Мы вообще... Была такая мысль, мечта укладываться все время в час. Но я думаю, что это пока не реалистично. Но я думаю, что когда полтора часа наступит, то мы просто рубим, и все. Давайте. У меня по плану... Ну, у меня есть такой план. Я хотел сделать обзор введения, достаточно объемное введение, но здесь в основном все, что вы знаете. Просто я хотел вкратце об этом рассказать и потом попробовать сделать упражнение на чтение. И в процессе возникнут, возможно, какие-то вопросы, и мы их сразу проясним. Это такой практический элемент. Потом у меня есть... Я хочу сделать обзор всяких ресурсов для изучения языка. Курсы, книги, приложения. И потом я этот список сброшу в чат. Потом, если успеем, и если надо, я могу вкратце рассказать, как я себе сделал так, чтобы можно было печатать на компьютере на тибетском. Там, в общем-то, ничего сложного. И если успеем, то чтение диалога первого урока. Ну, хорошо. Ну, по крайней мере, план такой есть. Первый месяц, по-моему, это было. Хорошо. Давайте тогда, ну, если никто не против, в таком порядке и пойдем. Я включаю сейчас, чтобы у вас была чуть более информативная картинка. Я включу демонстрацию экрана. Вот у меня есть такой этот мануал. И вкратце буду рассказывать... Нет, я не так немножко сделаю. Буду о нем... Буду рассказывать материалы введения. Введение, в общем, вы почитаете... Ну, точнее, да, не все почитают, но не такая принципиально важная сейчас, наверное, информация о тибетском языке в общем, о формах и диалектах его. Причем достаточно подробно, прямо перечисляются конкретные диалекты, указывается, какие диалекты друг к другу близки, какие относительно далеки, в каких странах они распространены. Вот видите, в Китае, ну, на территории КНР, в Бутане, в Непале, в Индии, в Пакистане, ну, достаточно много всяческих тибетских диалектов, ну, или, может быть, так, языков тибетской группы, потому что вот это различие язык-диалекта, оно зачастую размыто. Далее идет описание основных звуков. То есть я так надеюсь, что все или большинство уже познакомились с основными правилами чтения, с алфавитом. Кстати, вот прочитал недавно, что в мануале, что алфавит по-тибетски называется «кака», потому что, ну, принцип тот же, как альфа и бета в европейских языках, точно так же первые буквы «к» и «кха», и вот он так и называется. Это в мануале я такое вычитал. То есть мы здесь не будем останавливаться и разбирать это. Я так думаю, что даже если кто-то еще не владеет алфавитом и, ну, основными правилами чтения, там, надписные, подписные, префиксы, суффиксы, огласовки, я думаю, что есть у нас эти все материалы в записи, есть презентации, и по ним можно, ну, в случае чего догнать. И, конечно, ну, всегда можно спросить, если что-то непонятно. Дальше. Тоны и придыхание. Это, ну, очень важный вопрос для тибетского. В тибетском, ну, как вы, опять же, скорее всего, уже знаете, важную роль играет тон. В этой книге выделяются два тона основных, высокий и низкий. Я встречал материалы, в которых также средний, там, или средне-высокий выделяются, но я думаю, что, ну, для меня, по крайней мере, на моем уровне, четыре или три тона – это сложновато. Вот система, которая предложена в этой книге, два тона, высокий и низкий, меня, ну, как бы устраивает с точки зрения моих способностей и возможностей. И, ну, судя по всему, это не просто упрощение, это, ну, действительно солидный учебник. Скорее всего, ну, на то есть основание. То есть, очевидно, что в современном языке так и есть. И также важную роль играет придыхание. И настолько важно, что тон и придыхание, они важнее в тибетском, чем звонкость и глухота согласных. То есть, смыслоразличительное свойство как раз имеет тон и придыхание, а не глухота и звонкость. И вот тут пишется даже, что тибетцы зачастую испытывают сложности с тем, вот как, например, в английском произнести такие слова, как battle и pedal. То есть, они, ну, не различают, им кажется, что поскольку тон одинаковый, придыхание примерно одинаковое, они, ну, им сложнее воспринять даже на слух вот это различие в звонкости. В то время как нас это поначалу даже очень сбивало, потому что мы слышали, что иногда произносится там депо, а иногда дебо или там ченбо. А суть в том, что они могут, особенно во втором слоге, обычно произносится что-то среднее. И иногда в зависимости от особенностей произношения там человека или речевой там ситуации, это может звучать либо как глухой звук, либо как звонкий звук. Но на различение смысла это не влияет. А основное это как раз тон и придыхание. И очень важный аспект здесь выделен во введении, он состоит в том, что только в первом слоге слова имеют значение тон и придыхание, потому что во втором уже слоге, ну, второй слог произносится без придыхания и нейтральным тоном. Или, может быть, тон следует уже за первым слогом. Это тоже стало для меня в свое время большим открытием, потому что я всегда старался во втором слоге точно так же произносить все вот эти придыхания и гулять по тонам. А, ну, вот здесь пишется, что это лишнее. То есть важно запомнить, что первый слог, он самый показательный. В нем все должно быть четко. Тон, придыхание. Во втором слоге уже, ну, как, придыхания нет, тон нейтральный. И звонкость и глухота, она примерно там посредине, ну, мы еще об этом, ну, вы, скорее всего, об этом знаете, там третий столбец у нас есть такой волшебный, который без надписных, без подписных, он произносится, например, там ка, ча, та, па, ца. А если есть какие-то модификаторы, то есть там или префикс, или надписная, или подписная, то они уже произносятся тоже низким тоном, но уже звонко. Га, джа, да, ба, ца. Вот. Далее. Тибетское письмо. Ну да, то, что вы знаете уже. Вот алфавит, вот как писать. И здесь для меня еще ценно, что впервые здесь я увидел наконец, ну, может быть, не впервые, но, по крайней мере, здесь я точно знаю, что на странице 42 у меня точно написано, как пишутся эти, ну, названия этих огласовок, потому что я всегда, ну, никогда не был уверен, как именно они пишутся, что там за звуки. Кику, щапки, дженбу и наро. Вот они здесь в верхней части. Дальше структура слога по-тибетски. Ну, я когда перечитывал, готовился к уроку, то мне тоже было интересно это все узнать, ну, как бы напомнить себе и сделать очередные открытия на странице 47. Вот. То есть есть у нас, как вы помните, основная буква или радикал, она еще называется, мин-ши, а также огласовка по-тибетски, она называется ян, а ян – это голос. Например, есть у нас бодхисатва, нежный голос, и он по-тибетски джампи ян. Вот. Здесь нет, вроде тоже ян, нет? Ну, я не знаю, может быть. Дальше надписная называется го-тен, то есть го – это голова, а тен – это обладатель, то есть то, что стоит в голове. Правильно? Я ничего не путаю. То есть я, когда уже в этот раз перечитывал это, то вот эти все названия, они как бы для меня уже обретали более четкие ассоциации, мне было легче в этот раз их запомнить. И вот здесь подпись на докчен. Док, я встречал это слово в книжке про Яка, сказка про Яка, мне книжку подарила жена на тибетском, и там у него на ухе болталась сережка красная, как это сказать, кисточка. И там вот это вот слово подвешено было, это как раз было док. То есть это то, что снизу подвешено. И дальше префикс называется тут нюнджук, а суффикс джеджук. И мы дальше будем учить, у нас это будут распространенные слова. Нюн – это значит до. Например, раньше нюнма, а дже – это после. Например, джема – это следующий, или, например, мы говорим джемар джейон. Это значит увидимся позже. И янджук – это вторичный суффикс. Ян означает тоже, то есть тоже там еще чего-то прицеплено. Вот. Ну, такое напоминание структуры слога тибетского. Потом правило джорлок, произнесение по буквам. Вот, например, са – са – наро – со. Ла – наро – ло. Ну и так далее. И дальше это будет тоже объясняться с подписными. Там – ка – я так кя. И так далее. Ну, вы тоже, я думаю, это все помните. И сейчас мы на упражнениях это все проверим. Дальше у нас идут на странице 61 правила определения радикала. Ну, как правило. Ну, в чем-то правило, да. В чем-то просто указание на то, что нужно запомнить. Если слово состоит из… Ну, слог состоит из двух букв, то первое обязательно является радикалом. Например, ман или так или тан. Если слово состоит из трех букв и нет суффикса са, то радикал – это вторая буква. Если слог из трех букв с суффиксом са, то два варианта. И дальше написано, что таких вообще слов, у которых может быть два варианта прочтения, всего меньше десяти. Их несложно понять из контекста. И, наконец, последнее правило. Если четыре буквы, то всегда вторая выступает радикалом. Ман, сан, дам. Дальше. Вот интересная таблица. Таблица тут названа «Таблица фонетических оппозиций». Я в свое время, она обратила мое внимание на то, что, например, по крайней мере, вот в системе этой книги буквы «ра» и «ла» сами по себе, они имеют низкий тон. То есть здесь, смотрите, как все разделено. Я приближу, наверное, вам плохо видно. Высокий тон без придыхания, например, «ка» или «кья» или «ча». Высокий тон с придыханием «ка», «кья», «ча». Высокий тон, а не, низкий тон. В нашей системе это называется бразильский тон. Низкий тон с придыханием «ка», «кья», «ча», «ча». Низкий тон без придыхания, вот это без преднозализации «ка», «кья», «ча», «ча». А вот это с преднозализацией. То есть если это второй слог, ну там в определенных положениях может возникать преднозализация. Тогда это читается, соответственно, «ка», «кья», «ча». И так далее. И вот здесь, ну вот это то, что я, например, хорошо помнил более-менее. Вот здесь у меня, ну для меня это было все достаточно ново. То есть я либо что-то прослушал, либо, не знаю, какой еще вариант, я что-то прослушал. Вот «ра» сама по себе, как здесь указывается, имеет низкий тон «ра», «я», «ва». Если у нас идет «ра» через вот эту комбинацию «тао», «ба», которая проглатывается, не произносится, тогда «ра» выступает с высоким тоном. «Ра» и точно так же «я», например, «инджи» английский, и «ва», например, «уангпо», это орган, по-моему. Ну «ван» это сила, мощь. Вот если «ва» не через букву «ва», а через вот такое сочетание, то оно высоким тоном. В общем, это довольно полезная таблица, как мне кажется, и рекомендую на нее обратить внимание. Дальше интересное идет разбор, описание того, как выглядит, из чего состоит тибетская книга. Вот разные стили письма, кстати. Мы в основном все будем учиться по стилю «утен», то есть с головой, с вот этой верхней чертой. Вот здесь у всех букв есть верхняя, такая черта, от которой вниз пишется уже, ну, пишется основная часть буквы. А вот в этом письме до сих пор я плаваю умы, которая без этой черты верхней, то есть просто пишется нижняя часть буквы, и вместо разделительной точки ставится вот такая черточка. Вот в этом я плаваю, и я нигде не находил такой систематизированной таблицы, чтобы можно было по ней выучиться читать вот это умы. Алексей, я находила, я поищу у себя в Ютубе, в истории, я находила ролики, там, где учат писать. Ну, если что, я не знаю, там их вот, то, что ты показываешь, это, там есть три или четыре, четыре, по-моему, основных вот этих стиля, которым они пользуются. У меня есть прописи, я могу прописи скопировать для них. Я их еще не писала, они еще интактные. Ну, в общем, какой-то из них я находила ролик, поищу. Ну, умы в учебных материалах практически я не видел, чтобы он использовался. А вот когда, например, я пытаюсь смотреть, ну, ничего не понимаю, новости на тибетском, то там некоторые надписи идут умы. То есть это как, ну, курсив, как какая-то вот, ну, дополнительный какой-то для них сейчас, я так понимаю, способ разнообразить вот шрифт. Ну, это нормально во всех языках? Ну, да, конечно. Как мы пишем, да, и как мы печатаем. Вот. Вот так выглядит примерно тибетская книга. То есть есть у каждого, страницы не скреплены, у каждой страницы есть лицо и оборот. Вот. И здесь указывается, что вот там пишется там на лице то-то, на краешке листка пишется там то-то, название сокращенное, номер страницы и так далее. Современного вида книги появились в Тибете относительно недавно, примерно полвека назад. До этого все книги вот имели такой вид. Но, кстати, если вы сейчас будете смотреть, например, проповеди Далай-ламы, когда он зачитывает что-то из оригинала, то он именно достает такую книгу по-тибетски Печа и читает прямо из нее очень быстро. Так. И мы переходим к упражнениям. Я предлагаю просто вот взять и просто почитать вот эти слова. И я еще хотел, чтобы мы повторили Джорлок. Как вы думаете? Давайте повторим тогда Джорлок. Вот на примере вот у нас есть как раз для этого упражнение. Spell out the following words. То есть произнесите по буквам. Кто готов? Давайте я попробую. Давайте. Так. Ра, на, ро, ро, ка. Это как потом вот читать как подряд. Подряд, да? Ка, са и будет у нас рок. И дальше? Дальше, да. Я чуть-то наделась отделаться. Нет, ну слово-то надо закончить. Па. А, па. И получается рок-па. Правильно? Рок-па, да. Спасибо. Следующий. Ну что, давайте я тогда буду вызывать по списку самое интересное. Хочешь, я давай почитаю, может быть, кто-то осозреет. Ну, давай, только немного. Одно слово. Одно слово. Я думала, я тебя выручаю. Круто. Дальше, следующий. Ну давай, я прочитаю одно слово. Ну давай. Так, Та-о-ка-дрен-бу-ге, да? Та-о-ка-дрен-бу-ге, да? Дрен-бу-ге. Ра-так, да? Ра-так-ка-ка. Нет, подожди, ра-ка-так. Ра-ка-так. Ка-на-га-на-ген-ген-ген-учитель. Да. Кстати, рок-па означает помощь, и лоб-трава означает ученик или студент. Теперь по списку можешь. Может кто-то еще хочет? Я могу попробовать, только я забыла, мы с основной буквы начинаем или с префикса? Мы с префикса начинаем и добавляем о. То есть па-о-ка-ра-так-тра-ша-ки-ку-ши-са-ши-тра-ши. Да, правильно. Это, по-моему, благоприятно обозначает. Это выражение чашидали, то есть благоприятные пожелания. Дальше. Давайте смири, Алексей вам поможет. Если что. Так, по списку давайте. Ирина Муржак. Так. Са-ка-так-ка. Трен-ку. Шапки-ку. Ой, шапки-ку. Так. Так. Ма-та. Ма-о. А, ма-о. Та шапки-о. Ту. Н. Ду. Ду. На. Получается Ку. А. Куду. Куду. Я думал... Кудю. 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 Мне кажется, тут как раз есть преднозализация. Вот за счет вот этой мао. Кундун. Кундун. Такой про Далай-ламу. Называется Кундун. Знаете? Ну, вот это я, пожалуй, возьму на себя. Сложное. Ча. Все. Это означает часть. Ну, следующий. Так. Следующий по списку Ольга Любимова. А, нет, вы уже были. Да? Ирина тоже была. Оксана Баденко. Ой, можно я не готова еще читать? Я вот послушаю сегодня. Хорошо. Следующий. Анастасия. И Иванина. Иванина. Ага. Ага. О. Так. Ча. Кику. Шапки. Шапки. Чхи. Чу. Чу. Да, знаете, что значит? Нет. Вода. Вода. Хорошо, спасибо. Следующий. Анна Андреева. Извините, но я еще не читаю. Хорошо. Ну, учитесь. Скоро будем вас спрашивать. Кадрин. Да, пожалуйста. А ну-ка. Я плохо читаю. Давайте попробуем. Та. Тао. Тао. Па. Я так. Пья. Нет. Тут происходит трансформация. То есть у нас на выходе получается джа. Джа. А, нет, подождите. Это я уже перемудрил. У нас же вот это вот волшебное сочетание, оно, как это, проглатывается. Не читается. Не читается. Если есть тао, па, то оно как бы дает нулевой звук. Или оно дает вот это округление, ва, начальное. Но в данном случае нет. Потому что есть подписная. Там же если я так, ой, ну ладно, да, я молчу. Да, да, есть подписная, мы до нее еще не дошли, Скадрин. Как не дошли? Я так? А, дошли. А, да, да. Тогда хорошо. Мы вот это проглотили и читаем. Только я? Только я. Причем высокий тон. Я? Я. Я, ра. Ра читается? Да. Ну, да, в литературном, строгом, строгая норма, да, читается. Яр. Если это уже мы будем углубляться в особенности современного произношения, то скорее это будет или яр, или это будет удлинение гласства. Яр. Что-то похожее на английский, как, например, star, или там, ну, вот так вот. Но нам, я думаю, сейчас нам подойдет очень даже просто ярк. Яр, хорошо. Ика. Ика. Ка. Вместе? Ярка. Ярка означает лето. Дальше. Спасибо, Кадрин. Давайте дальше. У нас тут Юля Жилко по списку. Юля еще не читала, по-моему. Да, здравствуйте. Могу. Пожалуйста. Здравствуйте. Гау. Ратак. Тра. Шапкио. Тру. Ба. Труп. 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 Да. И а. Ау. Да? Ау. Ба. Ратак. Тра. Джа. Джа. А, да, точно. Спасибо. Джа. Иса. Вместе. Дже. И все вместе. Труп. Труп. Дже. Труп. Труп. А. Труп. Дре. Я думаю, даже вот из-за этого, я думаю, что оно может даже зачитаться джун-дже. Джун-дже. Но я не уверен. Но я недавно вот читал вот о таком, что если вот, ну, есть много случаев в современном языке, когда здесь стоит па, а здесь идет преднозализация, и вот это па съедается и дает преднозализацию в форме звука м. Но, ладно, я что-то забегаю наперед, наверное. Спасибо, Юля. Следующий. Благодарю. Дарья писала, что не может, да? Айгюль. Та. Таок, да? Таок, да. Таок. Та. Ратак. Ну, у нас здесь опять нюанс, видите, опять это сочетание. Тао, па. Оно проглатывается. Тао, па. Да. Оно проглатывается. Теперь. Ратак. Угу. Читается. Тра. Ра. А просто ра. Да, вот это получается, ну, префикс ясно, что не читается, просто если вот этот есть префикс, то тогда у нас вот это па, оно, ну, просто тоже исчезает. И у нас, если оно исчезает, то остается только ра. Ра. И, но с высоким тоном, как мы только что видели в таблице, я показывал таблицу, phonetic oppositions, фонетические противопоставления. Так. Ра. Са. Не слышу. Ра. Са. Ла. А, ла, ра, ла. Угу. И вместе. Ра, ла, ла. Значит, у ра, получается, присущий ему звук гласный а. Ну, а вот эта буква ла, она здесь выступает в роли суффикса, то есть, как бы финальная буква слога. Финаль, я еще слышал такой термин. Когда она финальная буква слога, то при ней нет огласовки или нулевая огласовка. То есть, она произносится просто, ну, должна произноситься как бы просто л. Вот. Но эта буква еще влияет на предыдущий гласный. Она его чуть-чуть сжимает. Если мы широко произносили а, то он чуть сжимается, получается э. Короче, что-то вроде э. И сама по себе в современном, ну, мы, наверное, ее будем произносить просто, а в современном языке она еще произносится или очень слабо, или вообще выпадает. То есть, это мы, я думаю, будем читать рел, а так вообще может звучать, наверное, даже ре. Ре. Что-то не слышно. Айгуль, тебя не слышно? Меня не слышно? Да. О, чуть-чуть подожди. В итоге как это читается? А теперь слышно? Да, слышно. А теперь я не слышно. Слышно, Айгуль? Да. И как в итоге ты это прочитаешь? Реа, да? Алексей сказал. Рел. 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 А, Рел. Ой, это у меня проблемы с интернетом на том компьютере. Одну минуточку. Рел. Да. Рел, да. Потому что л-суффикс, у него нет огласовки, значит, он не будет ла, он станет просто ла. Там первые та и ба, они аннулируются, как сказал Алексей. И только подписная ре читается, как ра. А мы знаем, что л, она делает умляут. Да? Да. Усуществует предыдущую ра, она становится ре. И мы читаем суффикс л, и в итоге получился рел. Рел. У меня какие-то проблемы. Так, может, я смогу тогда шерить? Да, давай, если у тебя есть этот PDF. Да, да, есть. Сейчас я начну. Ты просто мне скажи, на какие страницы прыгать. А, 75. Ой, кажется, это будет долгая история. Это еще и скан копия, поэтому здесь так не попрыгаешь. Это не PDF, а скан копия. Так, 75. Да, получается, мы выполнили упражнение по произнесению по буквам. И теперь у нас есть упражнения 11 и 13, где мы просто можем почитать слова. Без проговаривания по буквам. Я пытаюсь починить свой интернет на этом компьютере. Вот на черточке заканчиваются слова. Все, дальше по списку? Да, Ижан, можешь дальше пройтись? Хорошо, кто-то хочет. Здесь уже видишь слова по-прочему. Только их перевод не помню. Здесь нужно читать по два слова, потому что они по парам разбиты. Низкий и высокий тон. И нужно правильно угадать, где какой. Алексей, у тебя идет двойной фон. Ты два раза говоришь. Сейчас. Кто у нас еще не читал? Кто хочет почитать? Это, получается, упражнение идет с диском, да? То есть нам бы кто-то поставил гадиск, да? У кого есть? Мы бы можем в будущем слушать. Руки, это все есть. О, это у Алексея. Нет, не у Алексея. А сейчас у всех двойной звук пошел. Теперь можно как в лесу. Эхо! Может, у Айжан это? Айжан без наушников? Не, уже хорошо. Уже не идет эхо у меня. Нет эхо. Да, сейчас ок звук. Давайте кто-то из тех, кто не читал, почитайте, потому что мы уже занимаемся час десять, а все-таки давайте почитаем и будем расходиться, чтобы не переутомлять себя. Давайте я прочитаю. Что там первых два надо, да? Это слова, поэтому не стесняйтесь, и мы вам поможем. Я первых два читаю, так? Да, и Алексей сказал, нужно правильно произнести тон. Ну, получается... Да, и можешь приблизить, Айжан? Мне как-то на маленьком экране плохо видно. Видно? Да. Получается, первый знак, или абидуры, или как это там называется, точно не знаю. Первый знак, последняя колонка, это низкий на, и следующий знак, это надписная ла и на. То есть, получается, это оно выше делает тон, это на, то есть низкий на, и выше на. Все? Нет? Не так? Да, правильно, можно даже не объяснять, сразу читать, просто чтобы было ясно слышно противопоставление вот это. Спасибо, давайте следующий. Всем привет, я, к сожалению, пока еще не читаю. Это Анастасия Брославская, которая... Кто буквы уже алфавит выучил? Не стесняйтесь, мы поможем. Да мы-то выучили, а вот эти тонны, я не помню. Ну, читайте неправильно, ничего страшного, ничего страшного. Ну, третье это СА, а четвертое это СА, ну, низкие тонны, получается. Супер, правильно. А вот ты очень сильно шел. Нет, ты очень сильно шел. Алексей, у меня есть предложение, может, мы на сегодня закончим, потому что, ну, ощущение такое, что люди устали, вот, и я уже по себе чувствую, даже, что мне сложно фокусироваться. Тогда Алексей обещал еще про ресурсы рассказать, может, ты тогда об этом расскажешь, Алексей? У меня есть идея. Про ресурсы можно написать ссылки и записать видео в Телеграме, ну, там, которые одну минуту можно записывать. Алексей, потому что тебя совсем не слышно. Да, я уже включился, но я, ну, как решим, давайте, я готов и рассказывать про ресурсы, или прислать их в чат, и, ну, как надо. Мне кажется, что залог успешной группы будет, если мы будем придерживаться регламента час, там, ну, максимум час-пятнадцать. Да, хорошо, конечно. Ну, в принципе, мы тоже немало успели за сегодня. Так что, значит, я выложу, в общем, я выложу список, там все достаточно понятно, мне кажется, написано. Ну, комментарии по нем, может быть, какие-то комментарии еще впишу, но, в принципе, список, как это называется, self-explanatory, то есть самообъясняющийся. Да, мы тебе напишем вопросы, если вдруг у нас будут. Да, хорошо. Ну, всем большое спасибо за занятия, извините за технические проблемы. Тогда заканчиваем мандалы, тоже я читаю. Скажи, что мы на следующем занятии начинаем первый урок, правильно? Да, план такой, начинаем разбирать первый урок, то есть мы читаем диалог и разбираем грамматику. А, ну, мы предварительно так думали, что у нас будет один урок на разбор материала, и второй урок у нас будет на задание, на проверку заданий. Вот так вот будем по два урока проходить, в смысле, две наших встречи будут посвящены одному уроку. Сначала разбор, потом задание. Да, второй урок у нас будет практический. А можно вопрос-предложение? А можно вот эти вот сканы следующего урока сбросить тоже в группу, чтобы можно было как-то посмотреть, подготовиться, может, какие-то вопросы подготовить, чтобы у нас побыстрее все это шло? Я думаю, мы сначала сами встретимся и еще раз обсудим, как это этически правильно сделать, потому что, ну, сканы вам скидывать мы как раз и не хотели, ну, по причине того, что они официальные, это, ну, как бы, мы сами не знаем пока, как из этой ситуации выйти, кроме как всем купить книжки. Да, если вы покупаете книгу, то в скан мы без проблем высылаем. Да. Если пока книжки нет, то вот, чтобы не нарушить таратэнс. Мы обязательно найдем выход, вы не переживайте, пожалуйста. Ну, хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите записи, смотрите записи нашей встречи и следите за нашим чатом. Спасибо большое за занятия. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо вам. Там, может, мы останемся на пять минут, кое-что обсудить. Прямо здесь останемся? Хорошо. Ну, да, чтобы мы...